Развитие медицины в Иркутской области не останавливается, можно сказать, не на минуту. Учреждения оснащают в том числе современным оборудованием. Но вот проблема. Практика показывает, что работать на нем просто некому. Так, например, в половине фельдшерско-акушерских пунктов при Байкале нет специалистов, которые могут лечить пациентов с помощью новой техники. Это выяснилось в ходе проверки Общероссийского народного фронта. Его активисты сегодня подвели итоги работы за 2018 год. В сферу интересов общественников входит контроль практически всех отраслей жизни нашего региона. Одна из самых проблемных – капитальный ремонт. Многие жители при Байкале остаются недовольны результатами работ, как их качеством, так и объемом. Мы должны добивались того, чтобы под инициативой жителей, и в облике, и в древности, сделать частично какой-то облик, и в облике, и в облике, и в облике. В результате пришли к тому, что все новостные отделы только по какому-то одному, и в облике, и в облике. В результате, когда мы видим совершенно безвестную экономизацию, при этом красивый ряд сменитой инфраструктуры в базе. Это не может быть такого, чтобы сменили одно и оставили совершенно в этом состоянии другое. Поэтому, считайте, должен быть индивидуальный подход к каждому дому. Свой подход общественники нашли к подрядчикам, которые занимаются ремонтом проезжих частей в Иркутской области. За прошлый год в рамках программы «Безопасные и качественные дороги» только в региональном центре привели в порядок более 30 участков. И совместный контроль, осуществляемый активистами, позволил не только добиться достойного качества работ, но и изменить отношение подрядчиков к выполнению своих обязанностей в целом. Это работа, которая показала даже не просто эффективность, а суперэффективность за прошедшие годы. И мы ставили свидетельность тому, что и подход подрядчика уже сегодня меняется. Не только производство работ, но и желание заходить на эти работы сегодня должно быть тщательно взвешено. Каждому подрядчику сможешь ли делать качество, сможешь ли работать под одного города, постоянного пристава на контроле, и никаких возможностей вступить в какие-то соглашательские и регистрационные отношения. Все это мы должны всегда сохранить.